Приветствую вас! Вы бы хоть ссылки кидали бы, значит, на видео, которые слышали или которые ставите в пример, вот. Потому что какой-то психолог, значит, говорит какие-то вещи, вот, и ещё ни о чём не говорит. Сила к нам идёт не из рода, не через маму и папу, а через нас самих. Мама и папа скорее создают определённые ориентиры, определённые направления в нашем развитии, но ни в коем случае не определяют наши силы. И даже больше вам скажу, что часто служат причиной её уменьшения, занижения и так далее. Так что, в этом смысле, пожалуй, я бы высказал такое мнение, что... Либо вы не уверены в себе достаточно сильно, то есть у вас нет своей позиции, к примеру. Либо вы просто не знали и вам попалась первая встречная теория, первая встречная такая точка зрения, да. И вы соответственно её, эту точку зрения, приняли. Не знаю. Честно говоря. Но здесь вы... Эээ... Не правы. Здесь вы ошибаетесь. То, что вы пишете по поводу того, что очень редко общаюсь с родителями и не хочу, нет, обидно на них нет, отпустила. Пытаюсь выстроить, пытаюсь выстроить с ними хорошие отношения, но всё равно все периодически доказило до скандала и истерика, которые я уже смотрела как на сериал в телевизоре. И в итоге просто приняла, что они никогда не изменятся. Эээ... Как бы... Как вам сказать? Так. Вам изначально нужно было принять тот факт, что родители не изменятся. И... Как-то у вас странно это получается, значит, обиды вы вроде бы как опустили, но принять то, что они не изменятся смогли уже после того, как опустили. Опустили... Обиду. Что-то признаться честно, для меня это несколько... Странно. Потому что... Обычно, когда люди принимают, опускают обиды, они, значит, понимают, что родители не изменятся и принимают их такими, какие они есть. По факту. У вас здесь как-то искажённо немного всё это происходит. Ну, то есть... Эээ... Изменена... Изменена... Эээ... Подследовательность, и... Мне бы очень хотелось узнать об этом... Немножко по... Эээ... Поподробнее. Ну, если... Конечно... Ээ... Можно. Дальше. Идём. Так... Эээ... Значит... Даже приходить к ним в гости не хочется, сплошная света, напряжение, надоедливые вопросы и комментарии, о которых я не просил. Ну, вы знаете, эээ... Здесь, как мне кажется, эээ... Я, конечно, могу ошибаться, но здесь мне кажется, что... Эээ... Как-то не похоже, чтобы вы... Эээ... Приняли родителей и... До конца их отпустили. Я, конечно, могу ошибаться, но... Если вы их приняли, то... На мой взгляд... Вы... Не должны... Не должны... Были... Бы... Эээ... Эээ... Реагировать... На... Их вопросы. Потому что вы знаете, что они вот такие, что они будут задавать такие вопросы... И что для... Для них это нормально. То есть тут, опять же, на мой взгляд, ну, есть какое-то... Противоречие... У вас... В вашей... Позиции. Вот. Хотя, может быть, это мне только... Так... Кажется, и, может быть, в действительности... Ничего... Ничего и не... И... И нет. Вот. Дальше. Ну, и спокойнее живется, особо с ними не общаясь. Вот правильно ли это? Спрашиваете вы. Знаете, я бы сказал, что... Сама постановка вопроса... А... Правильно это или нет? Уже звучит несколько подозрительно. В том смысле, что... Что есть правильно? Что есть неправильно? Эээ... Кто определяет? Что правильно, а что неправильно? Эээ... К примеру... То... То, что вы делаете... Эээ... Ну, кто-то может... Эээ... Посчитать неправильно. К примеру. Но вы же... Так поступаете, значит... Вам это нужно. Вот. Неправильно. То есть... Вредно. Для вас. Эээ... То... В чем... В чем вам... Эээ... Нужно... Себя заставлять? Вот это неправильно. То есть неправильно, когда вы... Эээ... Пытаетесь себя заставлять делать то, что вам не хочется. А это да. А вот... Эээ... В остальном... Эээ... Сейчас... Выступаете. Как я понимаю. Так что здесь тоже, наверное, нужно будет разбираться. Дальше. Эээ... Вот... Не вредю ли я этим в своей жизни? Эээ... Нет. Не вредите их. Потому что... Эээ... Вы живете сами, самостоятельно. Никакого вреда... Эээ... Эээ... Вы сами вред... Эээ... 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 Мора... Родите несмотря на то, что вы и... Ээээ... Не, не... Ээээ... Не, не имеется, да? Несмотря на то, что вы не од... Не вз acordанил цифруетесь. Ээээ... Родите все равно. Ээээ... Вовремя присутствует в вашей жизни. И влияет на, на нее. Эээ... Ээээ... Здесь. Эээ... На мой взгляд. Ээээ... С... С... Ээээ... Эээээ... Ээээ... Эээээ... Эээээээ. пока. Вот. Дальше. Плюс мысли, когда мысленно не умрут, будешь желез, что резко звонило, и им приходит иногда. Я бы сказал, что подобное нормально, ну, подобное состояние, подобные мысли, да, это нормально, потому что, ну, средгородные люди, но тут момент немножко в другом. Вы не можете общаться с ними так, как будто они умрут. Вы не можете так с ними общаться, это не нормально. Поэтому вы общаетесь с ними так, как будто они живы, ну, как бы не определенное время, и подобная, подобная позиция вполне, вполне является нормой. Вот. Было бы странно, если бы вы общались с ними так, как будто они сейчас умрут. Я не думаю, что кто-либо достоин того, чтобы с ним так общались, чтобы с ним так взаимодействовали. Вот. Просто поймите, что люди, люди, сами люди устанавливают те нормы общения с собой, которые для них приемлемы. Вот. И ваши родные установили эти нормы, вам остается их только принять, по сути, и всё. Вот. И если вы не можете, например, с ними взаимодействовать, если они не умеют, не хотят себя вести с вами так, как, ну, к примеру, очень хочется вам, что с этим ничего не поделать, не будете живы жертвовать собой только-только потому, что когда-то их может не стать. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это несколько странно. И мне кажется, что вы сами это прекрасно понимаете. Вполне возможно, что вам не хватает экзистенциальной подкованности. Вполне возможно, что вам не хватает, так скажем, чёткой жизненной позиции. Вот. Вполне возможно, что вам этого не хватает. Ну, в этом вам можно помочь, а самое главное, что родителей в этом привлекать, вовлекать, мне кажется, не стоит, ибо они здесь ни при чём совершенно. Вот. А если вам до слова будет не хватать родителей, ну, да, скорее всего, будет не хватать, но вам стоит подумать о том, чего именно конкретно вам будет не хватать. То есть это гораздо важнее, чего именно конкретно вам будет не хватать. В контексте родителей. Чтобы уже сейчас стараться это как-то реализовывать. Потому что, если это произойдёт, а вы, к примеру, будете не готовы, то это очень сильно усложнит вам жизнь, чего мне бы, к примеру, не хотелось, да. Вот. Так что, возможно, возможно, вы боитесь потери близких, возможно, у вас сохранилась к ним некая, ну, некая привязанность, да, возможно. Ну, вот. Но это, опять же, корректируется, корректируется. А может быть, всему причина чувства вины, которая у вас имеет место быть. Так вы вините себя в глубине души перед родителями, что, ну, что, к примеру, не стали, например, хорошей дочерью или что-то вроде того. Понимаете? Ну. Мне кажется, что, если это так, если это так, что это требует корректировки. Как минимум. Вот. Понимаете? Если это действительно так. Вот. А, в принципе, в принципе, так, я мог бы, наверное, ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это для вас было полезно. Такой у вас, мне кажется, знаете, больше эмоциональный и больше такой чувственный вопрос, нежели чем какой-то такой более осознанный. Потому что ответить вам на то, что правильно, а что нет, ну, мне представляется несколько странным, скажем так. Потому что все-таки это только вам нужно решать, что правильно, а что нет, и правильно или нет, решать нужно вам для себя, а не для кого-то. Вот. То есть вполне может быть, что вы себя где-то в чем-то ограничиваете, и это вот находит такое проявление. Вот. Если это так, то давайте с этим тоже будем разбираться, давайте с этим работать и так далее. Если есть вина, то от вины тоже нужно избавляться. Вот. В теории, в теории, идеально, если вы, если бы вы заняли такую позицию с родителями, чтобы и они довольны были, и чтобы вы довольны были. То есть, чтобы им нравилось то, что происходит, чтобы их удовлетворяло, и чтобы вам удовлетворяло то, что происходит. Вот. То есть, если вы можете сделать так, если вы можете занять такую позицию, то займите ее. Если не можете, то, я думаю, что и не стоит. Так, да. Ну, мне кажется, что такая позиция, она обязательно есть, даже если вы ее сейчас не видите, она обязательно такая позиция есть. Просто, ну, по той или иной причине вам она может не видеться. Вот. Ну, это ничего не значит. Она, главное, не означает того, что это, ну, что ее нет. Вот. То есть, может быть, вам нужно, там, на небольшое время заезжать к родителям. Может быть, вам нужно, там, просто звонить им, узнавать, как у них дела и что. То есть, вот, когда начинаешь на расспросах. А когда расспросы не начинаются. А может быть, имеет смысл с каждым родителем попробовать создать что-то общее. Ну, то, чтобы у вас было какое-то общее дело, к примеру. Вот. Смотрите так. Если смотрите, хорошо. Если нет, ну, значит, ну, нет, нет, так нет. Тут ничего не поделать. Ну, вот. Поэтому мне кажется, что здесь совершенно, совершенно очевидно. Ну, все достаточно очевидно. Вот. Другое дело, если у вас есть какие-то свои собственные проблемы, вот, это уже можно будет посмотреть и с этим уже можно будет поработать. Потому что, если у вас есть какие-то собственные страхи, к примеру, вы боитесь, там, ну, я не знаю, ну, например, боитесь, что вы одна остаться, остаться, к примеру. Ну, если у вас семьи своей нет, что с этим, с этим нужно работать. Самостоятельно, самостоятельно, а, а, себя выстраивать, вот что нужно. Ну, нужно. А не полагаться на родителей в том или ином аспекте. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, ну, в ответ, в ответ на ваш вопрос. Вот. Надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен вам, если вы оцените труд и сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы найдете гармонию и в себе, и со своими родными. Сейчас я будем оставаться ему. Продолжение следует...